Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара, сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 52 года лишения свободы на четверых и 6,5 миллионов рублей компенсация морального ущерба. Такое наказание получила банда убийц жены начальника полиции от Радного. Однако адвокаты преступников еще надеются на смягчение наказания. Из зала Приволжского окружного военного суда Сергей Кизоркин. Приволжский окружной военный суд засчитывал приговор банде грабителей и убийц три часа. Четверо подсудимых в общей сложности проведут за колючей проволокой более полувека. Криминальная история началась 11 декабря прошлого года. Молодые люди в магазине на улице Победа приметили супружескую пару, которую решили ограбить. Злоумышленники отправились за ними в Смышляевку, где и напали на своих жертв в частном доме. Жестоко избили. А когда узнали, что мужчина, начальник отродинской полиции, решили убить супругов топором. От полученных травм женщина погибла, а ее мужу удалось выжить. Именно Яранкин нанес удары, рубящие частью топора по голове потерпевшей Вашуркина Екатерине и потерпевшего Дмитрия Вашуркина. Именно после того, как Яцуненко обнаружил удостоверение сотрудника полиции в доме с целью скрыть совершение разбойного нападения, им и были нанесены эти удары. Подозреваемых Даниила Елтышева, Андрея Пермякова, Виталия Яранкина, Эрнста Яцуненко и Кристину Чистякову арестовали через несколько дней после преступления. Девушка проходила по делу как соучастница. Суд назначил ей штраф в 50 тысяч рублей. Водитель банды Пермяков проведет в колонии общего режима 5 лет, Яцуненко 10, Елтышев 13. А Яранкин, который наносил удары топором супругам Вашуркиным, отправится за решетку на 24 года. Его адвокат считает наказание слишком суровым. Мы признаем покушение на убийство, как оконченный состав преступления. Разбойное нападение мы хотим данный состав исключить. В силу того, что он причинен тяжкого вреда здоровью, я считаю, что он отсутствовал в действии моего подзащитного. Сейчас Дмитрий Вашуркин продолжает нести службу. На вынесение приговора его не было. Преступники заплатят потерпевшему и его родственникам в качестве морального ущерба 6,5 миллионов рублей. Две воспитанницы Самарского детского сада, расположенного на улице Мариса Тореза, доставлены в больницу с признаками отравления. Одна девочка находилась в реанимации, но сейчас ее перевели в общую палату. Другая чувствует себя удовлетворительно. Ленинский межрайонный следственный отдел, следственное управление и следственного комитета РФ по Самарской области начал проверку. Сейчас проводится осмотр места происшествия. Опрашиваются сотрудники детского сада. Выясняются все обстоятельства ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В следствии поступили данные о том, что, возможно, дети могли отравиться какими-то медикаментозными средствами. Данная версия также будет проверена. Следствие не исключает, что дети получили отравление, в том числе и пищевое, после того, как они могли позавтракать как в детском саду, так и до детского сада, находясь либо дома, либо по дороге в детский сад. В любом случае, все из версий будут изучены следствием, дана оценка по результатам получения экспертиз и в последующем уже можно будет говорить о конкретных подозреваемых. Хорошо, но можно еще лучше. Глава Самары сегодня проехал по промышленному району и оценил состояние дорог, внешний вид улиц и домов, а также проверил, как один из самых крупных районов города готовится к предстоящему чемпионату. За что администрации района и общественники получили отлично, а где еще нужно поработаться над ошибками, расскажет Олеся Корецкая. Порядок должен быть во всем и особенно в мелочах. Промышленный район выглядит аккуратно, подвел итог глава Самары после объезда, но есть и недочеты. Кое-где встречаются незаконные стоянки, нескошенная трава, неопрятные заборы, дорожные знаки и столбы. Есть территории, за которые отвечает область, есть территории, за которые отвечают городские предприятия, но это не значит, что глава района должен ждать, когда тот или иной руководитель предпримет необходимые меры. Необходимо созывать руководителей, делать объезды и показывать на те недостатки, которые как бы еще остались. В районе продолжается ремонт дорог. Уже привели в порядок теннисную, юбилейную, физкультурную, ставропольскую и мирную. Работы идут по графику. До конца, следующих, допустим, двух недель, окончательно закроем весь район по этим объемам работы, которые заложены городом. Поэтому сразу произошло большое, так сказать, уменьшение по данному вопросу жалоб от жителей. По всему району также необходимо провести обрезку деревьев и запланировать еще более масштабное озеленение на следующий год. Все замечания, которые высказывает глава района, стараемся выполнять в кратчайшие сроки, так как район хоть и не центральный, но самый густонаселенный и расположен на гостевом маршруте в том числе. На особом контроле торговые точки и рекламные конструкции. За два года в промышленном районе вывезли больше 90 нелегальных ларьков и 36 счетов. Особое внимание глава Самары поручил уделить внешнему виду улиц. Перед чемпионатом привести к единообразию фасады и магазины на первых этажах жилых зданий. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Реабилитация для парка. Воронежские озера ждут большие перемены. В городе уже разработана программа по комплексному восстановлению природного памятника. Работа начнется уже в следующем году, а пока городские власти, Общероссийские народные фронты и Российское географическое общество провели экологическую акцию. Высадили липы и запустили в озеро Карпов. Каким станет один из любимейших парков Самары, узнала Марьяна Мирная. Карпятник, Цветущий сад и скейт-парк появятся на территории Воронежских озер. На эти цели запланировано до 156 миллионов рублей. Акция по восстановлению парка стала плодом сотрудничества городских властей с Русским географическим обществом в рамках Года экологии. Все началось в апреле с совместного субботника на территории местных водоемов. Пример оказался заразительным. Постепенно к мероприятию присоединились студенты, общественники из ОНФ и жители окрестных домов. А сегодня участники акции высадили липовую аллею и выпустили в одно из озер Карпов. Мы видим свою задачу, чтобы уже начиная с детских садов, экологическое просвещение было, и реализовать проект ЮНЕСКО в наших общеобразовательных школах, который называется «Образование в интересах устойчивого развития». Когда люди обладали социальной ответственностью, экологическим мышлением. На сегодняшний день проведено водолазное обследование дна Нижнего пруда. Проведена очистка акватории. С территории вывезли около 20 тысяч кубов мусора. Впереди работы по выравниванию береговой полосы. Мы однозначно будем доводить все это до успешного завершения. И, соответственно, мне также хочется поблагодарить всех жителей, которые принимают активное участие. Потому что действительно с активным участием жителей мы действительно можем подготовить наш город в полном объеме к приему гостей в рамках чемпионата мира. Реконструкция парка предполагает появление стадиона, создание тротуарных и велосипедных дорожек и благоустройство набережных около каждого озера, а также установку малых архитектурных форм. Проект благоустройства обсудят с жителями на общественных слушаниях. Парк давно заслуживает того, чтобы быть преобразованным, быть более современным, более удобным, более ухоженным. И эту задачу мы в следующем году постараемся вместе с населением, вместе с жителями выполнить. Если удастся привлечь деньги в рамках программы формирования комфортной городской среды, конечно, это будет серьезно подстроено городскому площадку. Природные памятники Воронежские озера заслуживают бережного отношения как со стороны властей, так и жителей. Очистка и появление новых обитателей должны помочь водоемам восстановиться. Утки для этих озер привычные обитатели, но вот сегодня здесь появились 8 карпов. Теперь самое главное, чтобы они перезимовали уже в следующем году, они могут дать потомство. И тогда местные рыбаки могут приходить на эти озера и рыбачить. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Работники сельского хозяйства Самарской области сэкономят 330 миллионов рублей на покупки аграрной техники. Подробнее расскажет Олеся Корецкая в нашей экономической рубрике. Здравствуйте. Стоимость нефти продолжает снижаться. Один баррель марки Брэн стоит 52 доллара 13 центов. Курс валют на 30 августа. Доллар 58 рублей 53 копейки. Евро 70 рублей 43 копейки. Сдает позиции и золото. Цена за один грамм 2419 рублей. Серебро стоит 32 рубля 4 копейки за грамм. В самарских банках дешевле всего доллар можно было купить за 58 рублей 60 копеек, а дороже всего продать за 58 рублей 41 копейку. Аналитики прогнозируют неплохую возможность для роста рубля. Вместе с ценой на нефть уже в середине недели. А также на десятую долю процента улучшился прогноз по ВВП. Министерство финансов России намерено запретить продажу биткоинов частным лицам. Доступ к продаже и покупке будет только у квалифицированных инвесторов. В самарские аграрии смогут сэкономить почти 330 миллионов рублей на покупке сельхозтехники благодаря программе компенсации из бюджета скидок на продукцию отечественных заводов машиностроения. На этом все. До встречи. Все 159 самарских школ готовы к новому учебному году. В первый класс пойдут почти 13 тысяч детей. С каждым годом эта цифра растет. И впервые за два десятка лет, благодаря поддержке губернатора, из-за которой Самара попала в федеральную программу строительства школ, в городе откроется новое учебное заведение и ведется реконструкция уже существующих зданий. Так продолжается капитальный ремонт здания лицея авиационного профиля. Там меняют кровли, обновляют фасад, перекрытие и коммуникации. Возводится пристрой к медико-техническому лицею. Там будет располагаться спортзал дополнительной аудитории. Также завершается строительство бассейна в школе номер 127 в поселке Управленческий. Сейчас департамент образования подбирает площадки для строительства новых школ, в частности микрорайона Крутые Ключи и Новая Самара, а также на улице Врубеля рядом с Постниковым оврагом. В четырех школах в Кировском районе обустроят спортивные площадки. По-прежнему в центре внимания департамента образования борьба с коррупцией. Никакого вступительного взноса быть, конечно же, в школы не может по определению. Сегодня существует электронная очередь по зачислению в школу. Здесь совершенно исключена коррупционная составляющая. Что касается благотворительных взносов, то родители могут оказать финансовую поддержку, но только по своему желанию и по безналичному расчету на внебюджетный счет школы. Новый председатель в областной организации ветеранов в Самаре состоялась неочередная выбранная конференция совета. Прежний руководитель Иван Сахаров в этом году ушел из жизни. На его место избран генерал-майор Николай Хохлунов. Объединение усилий и патриотическое воспитание молодежи он обозначил как приоритетное направление в работе. Сюжет Олега Зверева. Генерал-майор во главе Самарского совета ветеранов Николай Хохлунов единогласно избран председателем областной организации. На восьмой внеочередной выборной конференции. В ее работе принял участие губернатор Николай Меркушкин. Прежний руководитель организации Иван Сахаров в этом году ушел из жизни. Его память делегаты почтили минутой молчания. Перед тем, как приступить к голосованию, были озвучены мнения. Поддержать, помочь и работать вместе. Одного тяжелого, а вместе решить можно все проблемы и уроки. Николай Хохлунов, член Союза генералов Самары, военный инспектор Министерства обороны, известен коллегам как грамотный авторитетный руководитель. Хороший организатор, выступает за объединение усилий всех ветеранских движений. В то же время за увеличение числа первичных организаций, чтобы областной совет мог услышать каждого человека. По его мнению, создание системы общественных советов микрорайонов будет способствовать этому. Но главной задачей, которую ставит новый председатель, воспитание молодежи Николая Хохлунова, знает во всех школах региона как организатора патриотической работы. Я считаю, что областной совет ветеранов должен стать центром противодействия тем, кто пытается втянуть нашу молодежь в противоправную деятельность. Принципиально важно понять, что это наша молодежь, это наши дети. И мы не должны быть в стороне, когда ими пытаются манипулировать лица, которые ненавидят все российское. Наши ряды должны быть едины. Едины вокруг президента Владимира Владимировича Путина и нашего губернатора Николая Ивановича Меркушкина, который по поручению президента и руководит нашей областью. Идею объединения поддержала глава региона. По мнению губернатора, сообщества ветеранов должны не спорить из-за мелких вопросов, а работать вместе. Николай Меркушкин пообещал поддержку со стороны областной власти. Опыт, который имеет старшее поколение, может помочь организовать народное движение для решения задач как в экономике, так и в социальных вопросах. Здесь мы будем очень тесно сотрудничать, сотрудничать как настоящие партнеры, партнеры, которые могут атмосферу в области, как никто другие, сформировать такую, которая способна будет созидать, способна будет активно общество двигать вперед, способна будет усиливать и экономические, и другие позиции региона и страны в целом. Один из вопросов, который решается совместными усилиями – жилье для ветеранов. Благодаря активности первичных организаций удалось выявить многих, кому положены квартиры. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Далее коротко о других событиях дня. Лихорадка Денге обнаружена у двух мужчин – самарца и тольятинца, которые вернулись из Таиланда. Еще один житель Тольятти подхватил в Колумбии лихорадку Зика, сообщают информационные ресурсы. В Роспотребнадзоре заявляют, лихорадкой Денге можно заболеть в странах Азии, Таиланде, Шри-Ланке, Пакистане, Малайзии. Инфекцию разносит определенный вид комаров. В наших широтах таких насекомых нет, а любителям путешествовать специалисты рекомендуют перед поездкой сделать необходимые прививки. ЧП произошло на Волге, недалеко от Самары. При переправе на частной лодке села Рождественного в областную столицу женщина пенсионного возраста выпала за борт и повредила спину. Находившиеся в лодке люди помогли пострадавшей забраться на борт и вызвали скорую. Медики госпитализировали женщину в одну из самарских больниц, где ей поставили диагноз «компрессионный перелом позвоночника». Сейчас по факту происшедшего проводится проверка. Почти 440 миллионов рублей получит автоваз на развитие из резервного фонда федеральной казны. Такая информация появилась сегодня на сайте кабинета министров. Выделенные деньги пойдут на сохранение квалифицированных кадров завода. Средства поступят в виде субсидий и бюджет у Самарской области на софинансирование дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. На эти деньги смогут пройти переплаготовку не менее 2000 сотрудников автогиганта, а 4000 работников будут трудоустроены. Меняется расписание водных перевозок. С 4 сентября вечерний рейс от пристани на спуске Осипенко до Гавриловой поляны будет отправляться на час раньше. Количество ежедневных рейсов до Зеленой рощи уменьшится до 4 в день. От пристани поляна Фрунзе теплоход будет ходить до Подгор только два раза в день. До Винновки от речного вокзала по воде теперь можно будет добраться только по пятницам, субботам и воскресеньям единственным рейсом. До Зольного можно будет добраться также единственным рейсом 8.30 от речного вокзала. Кошечки из Панчбоба вместо архитектурных красот. В этом году покупка школьных дневников снова ляжет на плечи родителей. В предыдущие годы 1 сентября школьникам на руках мира раздавали дневники, которые должны были развивать интерес к родному краю. Они содержали в себе исторические фотографии знаковых мест Самарской области и информацию о них. Теперь выбирать дневник родители могут самостоятельно. Стоимость начинается от 50 рублей. У Самарской богемы появилось место, куда можно отправиться за новыми впечатлениями и эмоциями. Арт-котельная собрала под своей крышей поэтов, музыкантов, художников и актеров. В творческом котле поварилась и наша съемочная группа. Не просто концерт, а настоящая история с сюжетом, актерами и декорациями. Открытие нового проекта «Арт-котельная» совпало с презентацией Самарской группы «Трип». Объединение музыки и театра – абсолютно новый вид творчества молодых артистов. Мы играем в новом жанре относительно музыкальной сферы. Это жанр называется «Нью-Вейв». То есть это смесь электронной музыки и живых акустических инструментов под разные клубные ритмы, типа драм-н-бейс, даб-степ и разные мелодические штукенции. Что касается содержания и философии группы, она тоже предельно просто выражается в одной мысли – жизнь – это путь. Арт-котельная – это серия перформансов на стыке поэзии, живописи, музыки. Проект объединяет различные городские сообщества, коллективы и группы. Все они отныне в одном творческом котле. Я безмерно рада представить это новое пространство города Самары под названием «Арт-котельная», которое созрадачивает в себе самых крутых, творческих, талантливых людей нашего города, которые могут писать музыку, стихи, которые занимаются театром и кино, которые рисуют картины и многое-многое другое. Это настоящая квинтэссенция самарского авторства. Мы занимаемся очень, как мне кажется, интересными вещами, нужными для молодежи, для того, чтобы люди занимались тем, что им действительно нравится, для того, чтобы они ходили на концерты, вместо того, чтобы заниматься чем-то, что совершенно им не нужно. Лично я выступаю в роли актера, я хожу по периметру зала и всячески завлекаю людей, для того, чтобы они поняли свою раскрепощенность, для того, чтобы они могли расслабиться. В ближайших планах арт-котельной рассказать о любви через поэзию, танец, музыку и театр. Помещение бывшего элеватора пустовать точно не будет. Желающих повариться в большом творческом котле уже предостаточно. Юлия Черняева, Артем Сулайманов. События. Окунуться в русское средневековье в загородном парке прошел культурно-этнический фестиваль «Раскудесы», где можно было научиться писать гусиным пером, смастерить куклу и потанцевать в хороводе. На машине времени в прошлое отправился наш корреспондент. Эльвира Казанцева с семьей пришла в загородный парк отдохнуть и сама не ожидала, что окажется в прошлом. Культурно-этнический фестиваль «Раскудесы» предложил гостям попробовать свои таланты в 46 мастерских. От гончарного искусства до женских рукоделий. Эльвира выбрала мастер-класс по письму. Сотрудники музея не только рассказали, как и на чем писали древние русичи, но и научили пользоваться гусиным пером. Девушка решила, ей в жизни этот опыт пригодится. Романтические письма и поздравления, да, можно. Если красивую открытку оформить, я думаю, очень будет приятно и интересно. И необычно. В старину молодые люди относились к созданию семьи очень серьезно. К выбору супруги подходили практично. Будущая жена должна была быть в первую очередь хорошей хозяйкой и рукодельницей. Чтобы показать свои умения, девушки на выдании делали тряпичных кукол и выставляли их на подоконник. По красоте куклы, то есть ему больше нравится, какая кукла, какая красивее, какая аккуратнее изготовлена. Туда, конечно, та девушка, лучшая хозяйка. Хорошая хозяйка, у нее хороший вкус, может быть, видение. А такая девушка нужна всем. Конечно же, он и шел именно туда. А вот сегодня, что можно сказать, вот мастер-класс проходили все, те, кто садили за этот стол, хорошие лесомарские турниры? Да, безусловно. Все девушки красавицы и очень хорошие хозяйки. Тест пройден. Молодые люди смогли показать свои умения в богатырских турнирах, стрельбе из лука и битве на мечах. Под занавес праздника прошли хороводы и демонстрация национальных нарядов с 10 века и до наших дней. И наша задача вот с этим фестивалем попробовать показать людям, что традиция, она может войти в нашу жизнь и как-то гармонично в ней присутствовать, что не стоит от нее отказываться насовсем и навсегда. Первый культурно-этнический фестиваль Роскудеса сразу собрал много гостей, около 2000 человек. Организаторы решили и в следующем году снова провести такой праздник. Гостям будут представлены и новые площадки, русская кухня, архитектура и ночной рандеву со сказками и историческим кино. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События. Благодворительный забег в поддержку детей. Синдром Дауна состоялся в Парке Победы. Соревнования собрали на старте сотни участников. Свои 50 метров пробежали так называемые солнечные дети. На праздники физкультуры и добра побывал Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите Самарские новости спорта. 50 метров беговой дорожки в Парке Победы на старте родители и их солнечные дети. Детишки такие вот добрые, отзывчивые. От них никогда не было никакого зла, только добро. Как солнце всегда дает только тепло и радость. Такие дети в семье, когда появляются, дают тепло и радость. У меня самого такой ребенок, и так сложилось, что с появлением этого ребенка, в общем-то, жизнь стала намного лучше и интереснее. Специально для солнечных детей в Самаре уже четвертый сезон проходит благотворительный пробег «Спорт во благо». В свою дистанцию каждый год бежит Александр Чернышев, городской депутат и активист физкультурного движения промышленного района. Спортивный праздник в Парке Победы проходит с размахом. Между стартами атлетов, болельщиков и гостей развлекали артисты, поэтому было время выбрать свою дистанцию. Двести, восемьсот пятьдесят, тысячу семьсот метров или корпоративную эстафету четыре по двести. Акция бесплатная, она вся благотворительная для всех, так же, как и для судей, и для меня. Здесь, на самом деле, приятные очень впечатления после этого остаются. Люди очень доброжелательные. На самом деле, это одно из лучших мероприятий, которые я, наверное, проводил по легкой атлетике. Тем более, что здесь нет профессиональных гигунов, здесь одни любители, причем дети с ограниченными возможностями. Синдром Дауна не приговор. И с этим генетическим отклонением встречаются талантливые, успешные и известные люди. Они получают высшее образование, становятся художниками, юристами и спортсменами. Так, россиянка Мария Ланговая на Паралимпиаде в Афинах выиграла золотую медаль в плавании в вольном стиле. А самарский пробег может открыть свои спортивные таланты, уверены участники соревнований. Такие праздники нужно проводить как можно чаще, потому что помощь деткам таким солнечным, да, с этой болезнью Дауна, конечно, она необходима. И вот эти праздники, они в первую очередь объединяют и показывают людям всего города, что солнечные детки, они такие же, как наши. На благотворительном пробеге «Спорт во благо» без наград никто не остался. Все участники получили памятные медали, а призеры и победители – почетные грамоты. Но самое главное, все собранные на пробеге средства направят на ремонт и оборудование Центра помощи детям с синдромом Дауна. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...